Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня 27 июня, вторник, и Церковь предлагает нам для нашего назидания и для нашего рассмотрения отрывок из Священного Писания, из книги «Апостол». Сегодня мы с вами будем разбирать послание апостола Павла к кремлинам, глава 10, начиная со стиха 11 и заканчивая 11 главой, вторым стихом. И вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. Ибо Писание говорит, всякий, верующий в Него, не постыдится. Здесь нет различия между Иудеем и Эллином, потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано? Как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Но не все послушались благовествования. Ибо Исаия говорит, Господи, кто поверил слышанному от нас? Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Но спрашиваю, разве они не слышали? Напротив, по всей земле прошел голос их, и до предела Вселенной слова их. Еще спрашиваю, разве Израиль не знал? Но первый Моисей говорит, я возбужу вас ревность не народом, раздражу вас народом несмысленным. А Исаия смело говорит, меня нашли не искавшие меня. Я открылся не вопрошавшим о мне. Об Израиле же говорит, целый день я простирал руки мои к народу непослушному и упорному. И так спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Никак. Ибо и я, израильтянин, от семени Авраамова и с колена Вениаминова, не отверг Бог народа своего, который он наперед знал. Или не знаете, что говорит Писание в повествовании об Ильи? Как он жалуется Богу на Израиля, говоря? Итак, дорогие братья и сестры, мы продолжаем с вами чтение послания апостола Павла к римлянам. И в данном отрывке апостол Павел, опять же таки, обращается к своим собратьям, к иудеям. И здесь апостол Павел использует прием диатривы, прием беседы с невидимым противником. И как бы сам себе задает от лица противника вопросы этого невидимого персонажа и тут же на них отвечает. И вот в начале он говорит, что всякий верующий в Бога спасется и не постыдится. Как говорится, в 13 стихе данном отрывка, ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. И вот тут как бы от лица иудеев апостол Павел задает несколько вопросов, несколько возражений иудеев, которые его спрашивают. «Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы?» Таким образом, здесь идет некий укор от иудеев апостолу Павлу, который спрашивает его, что как уверовать, если ты не слышал вообще проповеди, что на самом деле не проповедовалось ничего о Христе, но апостол Павел как раз-таки приводит им цитату из пророка Исаии, который говорит о том, что «как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое». Здесь говорится о том, что всегда люди принимают радостную весть, и всегда люди рады тому, кто и несет благую весть. И таким образом апостол Павел отсылает иудеев к образам Ветхого Завета и к Ветхозаветным пророчествам, в которых как раз-таки изобилует эта проповедь о Христе, о Мессии. Таким образом, он отметает этот укор иудеев о том, что не было проповедников и неоткуда было им слышать Слово Божие. Это первое возражение иудеев. Далее следует второе возражение. Они говорят, иудеи говорят, что «но не все послушались благовествования». Иудеи говорят о том, что «хорошо, если первая твоя, апостол Павел, аргументация верна, а что, если даже они и слышали проповедь о Христе, но они ее не восприняли, не приняли эту проповедь?» И апостол Павел говорит утвердительно, ссылаясь опять же-таки на Ветхий Завет, на пророчество Исаии, и он говорит о том, что «Господи, кто поверил слышанному от нас?» Как бы пророк Исаии говорит о том, что «не услышали эту проповедь евреи». И апостол Павел констатирует тот факт, что действительно, да, евреи не услышали проповедь о Христе. И как раз-таки вот эта цитата «Господи, кто поверил слышанному от нас?» Это цитата из пророка Исаии, 53 глава, 1 стих. Далее идет некое усиление второго возражения. Но спрашиваю, разве они не слышали? Как бы они пытаются вновь и вновь сказать о том, что «не слышали они Слово Божие», соответственно, с них и спроса нет за это. Но апостол Павел вновь обращается уже к Псалтире. Всем нам известная цитата из 18-го Псалма, 5-го стиха о том, что «во всю землю изыди вещания их» и в конце вселенной глаголы их. Знаменитый прокимин на вечернем богослужении мы часто слышим его в церкви. И таким образом он говорит, что «по всей земле прошел голос их, до предела вселенной слова их достигли. Поэтому невозможно, чтобы евреи не слышали». И далее идет дальше четвертое возражение о том, что весьма трудно понять благовествование и невозможно было понять. Еще спрашиваю, разве Израиль не знал, в смысле «не понял». Но апостол Павел опять же-таки отсылает иудеев, своих соотечественников, к образам Ветхого Завета и ссылается на Первого Моисея. Говорит о том, что «я возбужу в вас ревность не народом, раздражу вас народом несмысленным». И далее ссылается еще на Исаию, говоря о том, что «я открылся не вопрошавшим меня, меня нашли не искавшие меня». Это ссылка на пророка Исаия, 65 глава, 1 стих. А когда он говорит о Моисее, он ссылается на книгу Второзакония, 32 главу, 21 стих. И там несколько раз повторяется эта идея о том, что «возбужу, говорит Господь, я ревность вас народом, не народом, раздражу вас народом несмысленным». То есть апостол Павел хочет сказать, что да, не услышал еврейский народ проповеди о Христе. И да, они не восприняли эту проповедь, потому что якобы она была сложна для иудеев. Но он им говорит о том, что внезапно почему-то эту проповедь услышали и восприняли язычники. И они услышали эту весть о Христе. Таким образом, он пристыжает как бы иудеев, знатоков закона и знатоков священного писания. И как бы выдвигает на первый план язычников, которые не воспитывались в Ветхом Завете, не знали закона, но восприняли, услышав Слово Божие и поверили. А поэтому и говорит апостол Павел, что вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Таким образом, он выдвигает на первый план язычников. Но он говорит о том, что Господь не отверг народ свой. Неужели Бог отверг народ свой? Никак, говорит апостол Павел. «Ибо я израильтянин». И таким образом, он показывает, что и в иудейской среде есть те, кто доверились Слову Божию и поверили. Но, опять же, надо напомнить, что этот отрывок — это аргументация как раз-таки к иудеям. Он пытается дать им правильные образы, чтобы они понимали, что происходит. Итак, дорогие братья и сестры, будем помнить о том, что необходимо каждый день читать Священное Писание и молиться Богу. Помните, что когда мы молимся, мы обращаемся к Нему, а когда читаем Священное Писание, Он со страниц Богодухновенного Писания обращается к нам. Всем радости о воскресшем Господе и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова